От бесконечных праздников устала даже она. Ветки поникли, иголки пожелтели. Если мы понесем ее через все два этажа нашего подъезда, весь подъезд будет усыпан иголками. Символ Нового года Оксана обычно выбрасывают в окно. Прям как в фильме. Соседка, сюда не ходи, а то елка башка попадет. А в парке на юге Москвы вот так избавились от того, что не успели распродать. Мы пришли просто в ужас от того, что мы увидели. Кругом накиданы вот эти вот елки, куча этих елок. Но цивилизованный способ утилизации живых елок все-таки есть. В Москве уже работают 400 пунктов, где их до конца февраля принимают на переработку. Все елки с пунктов приема отправляются сюда, вот на такие специальные полигоны, где их перерабатывают. Чтобы ваше новогоднее дерево приняли, с него обязательно нужно снять все игрушки, мишуру. И буквально через 10 секунд оно разлетается в щепки. Это только кажется, что измельчитель дерево уничтожает. На самом деле дает вторую жизнь. Вот щепа. Мы смешиваем ее с биологическими отходами, которые мы используем на территории города. Для цветников, для нас обоохраняемых природных территорий. Такой вот круговорот елок в природе. Сегодня к акции присоединился и столичный зоопарк. Принимают даже сосны и пихты. Обязательно без игрушек и мишуры. Рогалик, иди сюда. Кушай. Винтороги, козлы, альпаки, сычуанские токины и даже азиатские львы жуют с удовольствием. Главное, чтобы посвежее. Если это елки будут уже засохшие, то они их и есть не будут. То есть только свежее подавать. Поэтому только свежее. Обезьяны предпочитают украшать свои вольеры, а росомахи просто носиться вокруг. Кремлевскую елку начнут разбирать только через неделю. Шишки, это уже традиция, раздадут на семена. Вот что выросло из прошлогодней. Я не буду расти и на Новый год, каждый Новый год буду нарушать. Само дерево пойдет на сувениры. Клюшки, скворечники и даже часы. В отличие от современных пластиковых часов одноразовых, эти часы будут служить очень-очень долго. А вот экологи, наоборот, советуют пластиковой елке вместо живых. Или покупать дерево в горшке. Тогда его можно вернуть. Анна Балан.